Здорово, киноделы! С вами Соботовский и Антон Цихоцкий. Это наш кинодел, который делает видосы на очень качественном левеле, периодически снимает нам бэкстейджи. И так случилось, что мы так сильно подружились, что теперь пригласили его на наш YouTube-канал, для того, чтобы он нам рассказал про линзы, про универсальные линзы и те, которые он в большинстве своем использует в работе. Будет рассказывать, как получать кинематографичную картинку, и что вообще, куда? Да. Да? Да. Поэтому погнали! А я нахуй! Привет, ребята, киноделы! Меня зовут Цихоцкий Антон, и сегодня мы поговорим с вами о объективах. Есть ли универсальные объективы, на какие снимаю я, что такое фокусное расстояние, и что использовать, чтобы получить максимально качественную и киношную картинку. О, пупставка, чувачки! Мы на самом деле очень сильно офигели от того, как вы отреагировали на предыдущий наш выпуск, где Андрюха рассказывал про монтаж блогов, про всякие полезности, вкусности, в общем, про пост-продакшн. И мы подумали, а почему бы нам не устроить целый забег, так сказать, марафон месяц YouTube контента по посту. То есть мы будем постить там туторы, уроки по монтажу, авторефекту, в общем, все, что связано с постом. И нам очень интересно ваше мнение по этому поводу. Поэтому в ссылке к этому видосу прикреплен опросник, где вы сможете пометить галочкой те темы, которые вам наиболее интересны. Поэтому, если хочешь, если жаждешь, пиши в комментах, что ура, чуваки, наконец-то, пост-продакшн! Переходи по ссылке, и там отмечай то, что тебе будет наиболее интересно. А я побежал уже записывать это утро, давай. Если кто не знает, то фокусное расстояние — это расстояние от оптического центра до матрицы камеры. Оно влияет на несколько моментов. Это угол обзора, перспектива, приближение объекта в кадре и размытие заднего плана. Обычно универсальные линзы используют классическое фокусное расстояние. И, например, это 24-70. Но проблема в том, что они обычно не особо светосильные, там, 2,8 либо 4. Чаще всего они используются для репортажной съемки и run-and-gun в те моменты, когда у вас нет возможности просто-напросто сменить объектив, и нет на это времени. Если говорить про классический фокус на расстоянии фиксов, то для меня это 50 мм. Они обладают хорошей светосилой обычно и используются для съемок художки и игровых всевозможных сцен. Когда у вас есть время поставить, выставить кадр правильно, фокус, чтобы ничего не мешало и не раздражало. На полтинник картинка получается более киношной и отсутствуют лишние, ненужные искажения. 85 и 100 мм – это уже телеобъективы. Они используются, когда у вас нет возможности подойти близко к объекту и приходится вести съемку издалека. И если мы снимаем одинаковый план на 50 и 100 мм, при том, что у нас выставлено одинаковое значение диафрагмы на них, то на 100 мм будет размытие фона лучше и сильнее, чем на 50 мм. Также там будет меньше дисторсия. Также 100 мм или 85, допустим, используется при съемке спортивных мероприятий, съемке дикой природы и всего подобного. На съемках я использую два объектива на фулл-фрейм. У меня Sony Asimus первой версии. И это 24 мм, Samyang 1.5. И паутинник Helios 77 M4, советский старый, диафрагма 1.8. Почему я выбрал именно эти объективы? Ну, вот этот Helios, я его брал 4 года назад за 6 тысяч рублей. Причем мне его отдали в коробке, как будто он вышел только с завода. Он почти в смазке заводской был, не царапанный, ничего. Отличный вообще экземпляр. И на нем очень-очень классный рисунок. В том плане то, что если ты снимаешь на полностью открытой диафрагме, то от центра кадра, ближе к краям боке, оно не просто распространяется, оно закручивается. То есть это уникальный рисунок советской оптики. На благо страны и трудящих сил. А 24 мм, почему Samyang, у него есть клевая штука очень тут. Диафрагма тут регулируется не с помощью камеры, то есть электронно, а диафрагма тут также полностью механическая. И она крутится вот так вот. Если вы такой же бомж, как и я, и у вас нет денег на нормальный оптик, типа CES и всего подобного, то можно взять вот это, в принципе. И на Samyang очень клево, у него диафрагма мягкая, она плавно крутится, не знаешь, ну... Забыл сказать, что эти объективы полностью мануальные, тут нет автофокуса. Я их использую на гимбле. И многие люди спрашивают, как ты это делаешь, потому что, ну, надо крутить ручками это все дело. На самом деле все просто. Ты выставляешь нужную дистанцию фокусировки до объекта и продумываешь, как у тебя будет двигаться камера, то есть как ты будешь двигаться с камерой. И, в принципе, все. У тебя объект находится в фокусе. Неважно, там, это радиальное движение или движение это вперед, там, вниз, вверх. Ты попадаешь в фокус как на 50 мм, так и на 24 мм. Это не составляет, в принципе, никакой большой проблемы. 24 мм дает нам достаточно широкий угол обзора, порядка 100 градусов. И это очень удобно, когда ты снимаешь в маленьких помещениях или репортажную съемку, когда что-то быстро очень происходит, и ты можешь переводить камеру. Также у 24 мм, если закрыть диафрагму на, там, допустим, F5, то получается больше грипп. Объекты, находится больше объектов в фокусе. 24 мм обычно используют при пейзажной съемке, либо интерьерной съемке, потому что 50 мм со своими углами обзора просто бы, ну, не справились, и все, что мы бы хотели показать, не влезло бы в кадр. Да, на 24 мм есть дисторсия, это искажение пространства, нарушение пропорций. Самый простой пример — это фишай, все видели эти видосы, то есть там экстремальные виды спорта, реперов снимают, всевозможных. Это когда такая бочка, типа, кадр как бочка становится. Вот, и это, ну, не особо хорошо, и на 24 мм лучше не снимать кадры крупнее, чем второй средний, допустим, это еще нормально выглядит, а если снимать крупный план, то там прям вообще очень-все не очень. Но, опять же, под определенные творческие задачи, да, пожалуй, это можно делать, и есть классный пример ребят, которые очень интересно это используют. В общем, главная задача 24 мм ширика — это снимать общие планы и дальние планы. Но надо понимать, что 24 мм на фулл фрейме — это честный, но на кропе это будет примерно 35 мм, то есть он не будет давать такой широкий угол обзора, и, естественно, будет больше размытия заднего плана, чем на 24 мм, и меньше дисторсии. То же самое полтинник, он на кропе будет 85 мм. Ну, и, соответственно, все плюшечки вот с этого 24 мм, размытие фона и прочее. На 50 мм можно снимать крупные планы, деталь. Ну, деталь можно снимать, допустим, накрутить макрокольца на него, и прям вот глаз можно снять, то есть такие всякие штуки. Но, по идее, если у вас один паутинник на фулл фрейме, то можно снимать на него и общие планы даже, и крупные детали, все это вместе, но просто надо будет походить больше ножками, там, отойти подальше от объекта съемки, и тогда все это получится. На 50 мм над открытой диафрагмой мы можем хорошо изолировать объект съемки и размыть задний план. Также динамичные кадры, снятые с рук на паутинник, либо на стадиками, выглядят более динамичными за счет меньшего угла обзора. Оба эти объектива механические, то есть тут механическая диафрагма, механический фокус и плавная диафрагма на 24 мм, она меня не раз спасала, но различие в чем? На 50 мм тут есть стопы у диафрагмы, то есть она щелкает, и мы не можем плавно сменить ее. Типа будет на видосе, потом щелчки экспозиции. А вот с помощью этой мягкой диафрагмы мы можем плавно вывести экспозицию в нужный нам уровень. Грубо говоря, это когда мы снимаем, допустим, концерт, и сцена у нас ярко подсвечена. Мы снимаем сцену, потом сдвигаем камеру, меняем план на зрительный зал. В зрительном зале более темно. И крутить, допустим, выдержку или ISO, ну это не очень, потому что будет опять стопы, это видно. Но за счет диафрагмы можем это сделать плавно, незаметно для зрителя и более аккуратно. Если у вас есть зум-оптика, либо вы планируете себе приобрести, то перед покупкой, либо использованием на съемке вы должны знать плюсы и минусы этой оптики. К плюсам зума можно отнести то, что он достаточно универсален. Тот же самый 24-70 имеет очень удобное фокусное расстояние. На 24 мм вы имеете широкий угол, на 70 это почти что телевик уже. Также зум удобен тем, что вы можете стоять статично, допустим, с моноподом, и менять фокусное расстояние, когда у вас нет возможности перемещаться. Да, я говорю, что обычно зумы не особо светосильные, но в принципе хватает диафрагмы F4, даже F5. Опять же, все зависит от тех задач, которые вы преследуете и какой кадр вы хотите получить. Но у зумов есть и минусы. Это переменная диафрагма в зависимости от того фокусного расстояния, которое вы сейчас выкрутили на объективе. Допустим, на 24 мм это может быть 3.5 диафрагма, но когда вы будете зумироваться на те же 70 мм, оно изменится на F5.6, допустим. Почему это? Ну, не то чтобы плохо, это просто неудобно лично для меня. Если ты снимаешь один дубль кадра, который не режется, то у тебя будет диафрагма закрываться, и кадр становится темнее. То есть он недоэкспонирован будет, и это неудобно. Можно, конечно, закрыть диафрагму, допустим, сразу на 5.6, чтобы когда ты зумировался с 24 на 70, у тебя не будет этого стопа. Но это типа странно, когда есть светосилы более меньше, зачем используют более темные. Также к минусам зума можно отнести то, что обычно они не особо резкие и страдают хроматическими аберрациями. Хроматические аберрации — это артефакты, которые появляются на ярких контурах объектов. Вот, допустим, вы снимаете поручень хромированный, он попадает в кадр, и вот на его контуре будет появляться такая обводка фиолетовая, которая не очень приятная, она портит картинку, но, в принципе, ее можно избежать, там, выкрутить просто и все. Если мы используем зум на стадикаме либо гимбле, при изменении фокусного расстояния будет происходить разбаланс, и надо будет балансировку производить заново. Но, опять же, все зависит от конструктива самого объектива, насколько он выезжает в момент зумирования, и есть небольшие объектовсы, как у Fuji. О, там не сильно это все происходит, не сильно мешает, но если брать, допустим, кеновский 24-70, он огромный, и вот этот хобот, который выезжает, блин, вообще ужас. Ребят, давайте подведем итоги. Лично я люблю снимать на фиксы. Они дают более киношную картинку и хороший размытый фон. Еще удобно их использовать на стадикаме. То есть ты один раз это отстроил все дело и больше не трогаешь. Но также вот есть на Sony объектовсы SLR Magic с фокусным расстоянием 24 мм и 50 мм. Они очень похожи по конструктиву своему, по весу, и ты можешь их спокойно, короче, перекидывать, не перенастраивая стадикам. Это очень удобно. Ну, и фиксы подходят лучше для более вот таких постановочных, спокойных съемок, где у тебя есть возможность выставить кадр. Но, в принципе, вот ребятам снимал бэки и умудрялся снимать это на 24, на 50. Зум удобнее и мобильнее, но не особо удобен в использовании с гимблом или стадикамом. Мне кажется, гораздо лучше его использовать со штативом или моноподом. Ну, и когда снимаете run-and-gun, допустим, с рук, и у вас нет возможности упустить кадр, менять объективы, то зум вам тоже в этом плане поможет, нежели фиксы. Потому что не всегда вы можете получить тот кадр и достать его. Наоборот, слишком широкий угол взять. Потому что нет возможности подойти ближе, либо отойти, либо кто-то вам мешает. Так что зумы в этом плане будут удобнее. По сути, нет универсального объектива, который бы закрывал абсолютно все ваши задачи при съемках. Есть, конечно же, Sigma, артовская, 18-35, 1,8 на кроп. Там и широкий угол, и длинный конец есть. И более крупные планы можно снимать. И хороший, открытый диафрагм, который даст замечательное развитие заднего плана. Но это тоже такое странное, оно еще и под кроп только. Но можно найти те объективы, с которыми вам приятно, удобно, комфортно работать. Которые нравятся вам, какую картинку дают. И уже привыкать к их недостаткам, ценить их за особенности и плюсы, и работать с этим уже. Главное просто понять, чем вам удобнее с зумом тем же гонять, или все-таки использовать фиксы. Но эти универсальные линзы помогут, возможно, вам определиться с выбором. Если вы думаете перед съемками, какой взять объект осы под определенные задачи, то я постараюсь сейчас вам рассказать наиболее часто используемые, какие можно брать. Если, допустим, вы снимаете экстремальные виды спорта какие-то, то, возможно, вам подойдет 16 мм фишай, так называемый. Все смотрели скейтерские видосы, там, BMX видосы, возможно. Вот кадры снизу, которые снимают с вот этой большой дисторсией, очень хорошо подходят. Во-первых, вы убираете тряску, почти на 16 мм ее нету. И узнаваемый вид изображения, можно так сказать, что ли. То есть 35 мм подойдут для съемок Run and Gun, потому что этот объектив не особо широкий, не особо узкий. Ну, он сбалансирован очень даже хорошо. На него вы сможете, в принципе, снимать и крупные планы, и общие планы. Ну, и не париться, не менять, там, другие объектосы. Паутинник очень похож на 35 мм, но у него меньше угол обзора и больше размытия заднего плана. И, по сути, он применяется во всех тех же, блин, решениях или задачах, которые у вас перед вами стоят, если бы вы взяли 35 мм. 85 мм можно взять, когда вы пишете, допустим, диалоги, и вам надо изолировать хорошо объект, то есть прям вот плечо, голова, вот это все, чтобы не было такого, что у вас в фокусе только нос, а остальное все размыто. Вот телевики портретные, ну, если их так можно назвать, они с этим хорошо справляются. Также, если вы хотите, допустим, получить общий план, и вам нужно, чтобы, допустим, стоит в кадре человек, и у него был сзади размыт фон, то 85 мм с этим справится лучше, чем те же 24 мм, потому что размытие фона будет у него лучше. А 135 мм, телевик так называемый, можно использовать, когда вы снимаете, допустим, концерт, и у вас нет возможности подойти близко к сцене, но вам очень нужен прям крупный план лица, допустим, артиста, который исполняет там песни, не важно, что это будет. Вот, для этих задач вам подойдет 135 мм. Обязательно напишите, хотели бы вы узнать более подробно о каких-то объективах, как их использовать, и прочие всевозможные моменты, и, возможно, мы сделаем выпуски еще дальше. Кстати, будет ссылка в описании на телеграм-чат, в котором общается огромное количество киноделов, вы можете написать туда свой вопрос, и получить замечательный ответ. Ребята, это просто классно! Все туда! С вами был Цифоцкий Антон, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до встречи, ребята! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!